Друзья, всем привет! Хотите узнать секрет крепких отношений? Тогда сегодня я расскажу вам об очень эффективном методе, который простой, но позволяет сделать ваши отношения гораздо ярче, эмоциональнее, чувствительнее и счастливее. В последнее время появляется пугающая статистика о том, что в России, да и во всем мире, возросло количество разводов. Часто это связывает с пандемией, и люди просто, которые были в официальном браке, тоже расходятся, парочки ругаются. Что же делать, чтобы ваши отношения были крепкими, яркими, чтобы вы много лет прожили в согласии и шли по этой жизни рука об руку? Сегодня очень простой метод, который называется 2-2-2. Итак, в чем его суть? Первая двойка означает, что вы должны каждые две недели устраивать себе романтическое свидание. Особенно это касается пар, которые живут все время вместе, которые нарожали детей, и у вас совершенно там нет времени на друг друга, есть быт, есть работа, есть воспитание детей, и вы теряете вот эти чувства, остроту чувств, нет уже какого-то восхищения. Поэтому именно каждые две недели, в любой день, это может быть посреди недели, вы устраиваете свидание друг к другу. Например, первую неделю может устраивать свидание женщина, и она придумывает, куда они пойдут, чем они займутся, а в следующий раз придумывает мужчина. И таким образом, это будет каждые две недели для вас сюрприз. Главное условие – уходить из дома. Нужно уйти с этой кухни, нужно одеть какое-то красивое платье, сделать себе макияж, так, чтобы ваш мужчина или ваши женщины вами восхитились. Ходите в кино, ходите на каток, может быть, на какие-то музыкальные вечера. Просто можно погулять по парку, попить кофе. Все, что угодно. Есть сайты с перечнем предложений о том, как провести романтический вечер. Берите идеи и реализуйте их в своей жизни. Вторая двойка означает, что вам нужно каждые два месяца выбирать какие-то выходные и уезжать. Проводить где-то время со своим любимым человеком за городом. Может быть, снять номер в гостинице. Может быть, поехать куда-нибудь в пригород, в соседний городок. Провести это время вдвоем, без детей, без родителей, без других родственников. Просто вы вдвоем, когда вы общаетесь на разные темы, обсуждаете, что-то вспоминаете. Планируете будущее. Придумываете какие-то новые идеи для вашей семьи, для следующего отдыха. Тем самым у вас появляются вот эти вот воспоминания, эта традиция, общее какое-то дело. Когда вы планируете этот отдых, когда вы придумываете, когда рассчитываете бюджет. Это очень сильно добавляет в отношение доверия, добавляет чувства. Это дает какие-то яркие эмоции. Тем более, когда вы вдвоем. И третья двойка. Это каждые два года у вас совместный отпуск тоже вдвоем. Вы уезжаете на несколько дней. Это может быть пять дней, недели, а может быть это десять дней. Зависит от того, в какой вы ситуации. Насколько у вас маленькие дети. Есть ли с кем оставить детей. И вы уезжаете там в теплые страны. Куда-то место вашей юности. Город вашего детства. Тоже вы это придумываете вдвоем. Планируйте. И делайте этот отдых максимум приятным. Учитывая, что любит ваша половинка. Любит ли она экскурсии. Любит ли он там ходить пешком. А может быть вы хотели бы порыбачить вместе. А может быть понырять с аквалангом. Или посетить Париж. Или посетить какой-то другой город влюбленных. В общем, проводите вместе отпуск. Без детей, без родственников, без друзей. Только вы вдвоем. И вы узнаете друг друга с разных сторон. Про которые вы даже и не знали. И именно эти воспоминания, именно эти путешествия. Они будут всплывать каждый раз у вас. Когда вам захочется поругаться. Когда вы вернетесь домой. И при каких-то конфликтах вы всегда будете вспоминать о хорошем. Это позволит сохранить вашу семью. Сделать ваши отношения счастливыми. Яркими. Чего я вам и желаю. Поэтому используйте этот простой метод. Более того, есть уже очень много научных исследований. Которые показали, что одна из главных причин. Почему пара остается очень много лет вместе. Это совместные традиции и ритуалы. Вот если вы начнете придумывать себе много отмазов. Что вы не сможете это сделать. Что вам некуда деть детей. Что у вас нет денег. Естественно, у вас ничего не получится. Когда вы поставите цель и решите, что вам нужно. Это для того, чтобы ваша семья была крепкой и счастливой. Вы отдадите детей друзьям. Ну, 100% у вас есть друзья. Или бабушкам. Или наймете няню, которая посидит с вашими детьми. Вы обязательно найдете способ решить эту ситуацию. И отправиться в путешествие вдвоем. Итак, чтобы ваш союз был крепким и счастливым, используйте правило 2-2-2. Первое. Каждые две недели свидания. Второе. Каждые два месяца совместные выходные. И третье. Каждые два года обязательный совместный отпуск вдвоем. Друзья, я желаю вам любви, счастья, взаимопонимания. И отличного времяпрепровождения. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok